Галина Рублева 25 лет проработала на производстве. Там, говорит, и оставила свое здоровье. И вот уже много лет живет с серьезным хроническим заболеванием. В 89-м году мне Свердловский профинститут поставил асбестоз в первой стадии дыхательную недостаточно, в второй стадии. А потом в 91-м году мне этот диагноз подтвердил Московский профинститут. Асбестоз – тяжелое легочное профзаболевание. Возникает в результате частого вдыхания пыли с асбестовыми волокнами, которые буквально разъедают легочную ткань. Нередко перетекает в онкологию. Чтобы хоть как-то поддерживать здоровье, больному регулярно требуется санаторно-курортное лечение. После того, как Галине поставили диагноз асбестоз, она каждый год ездила в санатории. Путевки получала бесплатно. И это, говорит, спасала. У нас много сопутствующих у всех заболеваний. Это работа по сменам, это гипертония. Значит, на ногах, в холоде. У нас вот четвертая фабрика была неотапливаемая. Мы вообще в холоде. У нас все суставы болят, все болит. Простужены все. Вот, пожалуйста, в санатории нас подлечивали. Мы, по крайней мере, я вот, например, себя полгода хотя бы чувствовала себя лучше после этого. А в этом году как гром среди ясного неба. Асбестоз исключили из перечня показаний для проведения санаторно-курортного лечения. Теперь поправлять здоровье людям с таким диагнозом придется за свой счет. Галине Рублевой даже документ выдали, мол, в посещении санатория не нуждается. Человек с прозаболеванием 20 лет уже ездил в санатории, а сейчас вдруг оказалось, что не нуждается. А состояние бывает такое, хоть ложись да помирай, говорит Любовь Астахова. Ей диагноз асбестоз поставили 6 лет назад. Это, во-первых, очень сильный кашель, который донимает 2 месяца. Вот лично у меня 2 месяца я кашляю, вы знаете, потом и голова, и отсюда давление поднимается. Здесь все, ходуном ходят хрипы, очень трудно дышать. Самим купить путевку не по карману, говорят женщины, ведь пенсии еле хватает на продукты и лекарства, необходимые каждый месяц. В таком же положении оказались и еще полторы тысячи жителей асбеста. Люди идут, люди пишут обращение губернатору Свердловской области, правительству Свердловской области, в Министерство здравоохранения Российской Федерации, президенту, в Государственную Думу. Люди просят приказ министра Скворцовой изменить. По словам Натальи Крыловой, было решено составить обращение в российское правительство и к президенту с просьбой отменить приказ Минздрава. На сегодня подписи под обращением поставили уже сотни человек, которые очень надеются, что им вернут право на бесплатное санаторное лечение. Оксана Токарева, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ